Добрый день еще раз, глубоко уважаемые коллеги. Тема доклада у меня будет логично, наверное, продолжать предыдущие доклады. И посвящена кардиопротекции на различных этапах лечения онкологического пациента. Следующий слайд, пожалуйста. Проблема кардиотоксичности была уже достаточно хорошо освещена в предыдущих докладах. Напомню, что кардиотоксичность включает в себя все нежелательные явления, связанные с сердечно-сосудистой системой, которые возникают на всех этапах лечения онкологического пациента. Причем это далеко не только химиотерапия, это и лучевая терапия, это и те осложнения, которые возникают в процессе хирургического лечения пациента, поскольку на этих этапах также часто используются специфические методы лечения, которые можно отнести как неодиевантную, а диевантную химиотерапию, так и внутрибрюшную химиотерапию, различные другие технологии. Таким образом, еще Парацельс говорил, что одно и то же вещество в больших дозах – это яд, в малых лекарствах, а нам надо соблюсти какой-то баланс и помочь пациенту пройти все эти сложные этапы лечения онкозаболевания. Следующий слайд, пожалуйста. Наиболее известным проявлением кардиотоксичности является, конечно, антрациклиновая кардиомиопатия, которая приводит к терминальной сердечной недостаточности. И это классический пример. Здесь на слайде представлены, как выглядят камеры сердца. У пациентов с антрациклиновой кардиомиопатией – это известные совершенно вещи. Но самое яркое, наверное, проявление кардиотоксичности. В то же время далеко не единственное. В настоящее время большое значение придается кардиотоксичности, которая связана с поражением эндотелия, с антериальной дисфункцией. Как раз об этом говорили тоже сегодня, когда особенно освещались проблемы коронарных сосудов у онкологического пациента. Следующий слайд, пожалуйста. Этот слайд тоже вы сегодня уже видели. Напоминаю, работа Даниэла Кардинали, как может выглядеть сердце после курса химиотерапии. И что самое главное, на что мы должны обратить внимание, это на то, что наша кардиопротекция должна начинаться не слишком поздно. Ведь в том случае, если она начинается позже, чем через 6 месяцев, после того, как уже даже закончена химиотерапия и через проявление сердечной дисфункции миокарда, то далеко не у всех пациентов мы можем достичь положительного эффекта. Следующий слайд, пожалуйста. На современном этапе мы столкнулись еще с одной проблемой. Наше классическое представление о том, как должны протекать и лечиться сердечно-сосудистые заболевания, было нарушено в пандемии новой коронавирусной инфекции. И в это время мы, все погрузившись в лечение пациентов с коронавирусом, забыли о том, что у них есть онкологические заболевания, и о том, что у них есть и сердечно-сосудистые, и часто и сочетания этих и других. И в этом случае нам пришлось думать о кардиопротекции у этих пациентов и решать вопросы, связанные с поражением миокарда, не только кардиотоксичными агентами, но также и инфекцией. И также мы столкнулись с тем, что у этих пациентов еще большей проблемой стала гиперкоагуляция и венозные тромбозы, а также ритмические осложнения, которые были обусловлены еще дополнительным назначением противовирусной терапии, в частности гидроксиклорохина. Часть препаратов мы не могли использовать совсем, как многие антиаритмические препараты, антагонисты кальция. Но, тем не менее, нам пришлось с этими больными работать, поскольку как раз наш центр был перепрофилирован, его часть неурологии была перепрофилирована, подведение онкологических пациентов с коронавирусной инфекцией. Здесь мы сталкивались с серьезными проблемами. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, токсическое воздействие химиотерапевтических препаратов может вызвать как обратимые, так и необратимые повреждения изменения миокарда. И с этим связаны два типа кардиотоксичности. Это первый тип, при котором происходят необратимые изменения, то есть некроз кардиомиоцитов, по сути дела. И обычно это связано как раз с использованием антроциклинов. И второй тип – это тип кардиотоксичности, когда не происходит гибели кардиомиоцитов, но происходит существенное нарушение функции. Ярким примером является тростозумаб, но сюда можно отнести и воздействие некоторых других препаратов, в частности, токсанов, например. Следующий слайд, пожалуйста. В связи с этим кардиопротекция, безусловно, является актуальной. Я в своем докладе не буду, наверное, перечислять такие известные исследования, как ПРАДОК, где изучалось кардиопротекторное действие сортанов, бета-блокаторов и другие. Хотелось бы обобщить некоторые данные. В частности, есть препараты, для которых уже доказана их эффективность. И действительно, прежде всего, это бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангитензин, превращающие ферменты, и сортаны. История применения этих препаратов достаточно давняя. С самого начала развития кардиоонкологии, то есть с 1995 года, с первыми работами Даниэла Кардинали, мы узнали, что вот такие средства, которые применяются в кардиологии, могут защитить миокард. Но есть единичные исследования по другим препаратам. Это антиоксидантные средства, это триметазидин, это ивабрадин, это статины. Но в настоящее время статины уже здесь не единичные, а большее количество, конечно, исследований, как нам рассказывала Мария Георгиевна Полтавская. Пожалуйста, следующий слайд. Сюда относятся также и препараты, которые используются для лечения хронической сердечной недостаточности у пациентов с индуцированной химиопрепаратами кардиомиопатии и сердечной недостаточностью. И, конечно, нельзя обойтись без диуретиков, без антагонистов альбестерона, без сердечных гликозидов. И, кроме того, сейчас появились исследования, которые проводятся в кардиологическом центре по использованию комбинированного препарата суклубетриололосартам юпериум. Следующий слайд. Существуют и другие препараты, которые я уже упомянула. Вот, в частности, препарат Ивабрадин препарат ингибирует F-каналы в клетках хинусового узла и также мешает проявление кардиотоксичности. Известно, что Ивабрадин рекомендован при ишемической болезни сердца, о чем сегодня тоже уже говорилось, но именно исследование его протекторных свойств, как профилактики и лечения кардиотоксичности, известно в меньшей степени. В частности, здесь привезена ссылка на работу Юрия Александровича Васюка, который выступал в первой части нашего вебинара. И триметезидин, также препарат, который используется в качестве кардиопротектора, иногда просто даже интуитивно назначается, не только кардиологами, но и онкологами. С чем же связан эффект триметезидина? Также улучшение энергетического метаболизма миокарда, который приводит к антиишемическому действию, предотвращает снижение сократительной функции левого желудочка и ишемических изменений на электрокардиограмме и уменьшение уровня высокочувствительного терпанина Ай и маркера фиброза миокарда СТ-2. Следующий слайд, пожалуйста. Наше внимание привлек еще один препарат, это фосфокреатин или неатон, который изучен был для кардиохирургических пациентов, известен на настоящее время, хорошо, метаанализ ландони, который включал более 4 тысяч пациентов, и где было показано кардиопротекторное действие фосфокреатина, только это были совсем другие больные, это были пациенты, которые были подвергнуты кардиохирургическим вмешательствам. Следующий слайд, пожалуйста. Механизмы действия миотона многообразно достаточно, поскольку их можно поделить на внеклеточные, внутриклеточные, и также воздействие на ряд биологически активных веществ и на уровень микроциркуляции. Что касается внеклеточных, то сюда относятся антиагрегантный эффект, улучшение микроциркуляции, улучшение деформируемости эритроцитов. Но самым интересным, наверное, все-таки является внутриклеточный механизм, когда фосфокреатин работает как челнок, переносящий фосфат с аденозин дифосфата, и в результате формируется именно молекула АТФ. Кроме того, фосфокреатин улучшает свойства клеточных мембран, уменьшая их проницаемость, и поэтому также является хорошим протектором. Сейчас это будет видно лучше на следующих слайдах. Пожалуйста, следующий слайд. Фосфокреатин стабилизирует фосфолипидный слой мембраны. И, кроме того, фосфокреатин также влияет и на ионные каналы, и это достаточно интересный и важный факт, поскольку именно такое действие позволяет предупредить ряд аритмий, которые возникают в процессе противоопухолевой терапии. Кроме того, влияет и на биосинтез белка. Таким образом, способствует формированию даже системного структурного следа, характерного для адаптации. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, получаем цитопротекторный эффект, суммиряю все эти влияния неотона. Связано это отчасти с тем, что сама по себе молекула, представляя диполь, она садится на мембрану и способствует переходу более жидких фракций фосфолипидов в состоянии геля. Следующий слайд. Таким образом, учитывая все эти механизмы действия, мы можем ожидать положительный эффект от воздействия неотона. И мы действительно попробовали это и сами. И вот сейчас я расскажу о некоторых работах, которые есть в области как раз кардио-онкологии. Следующий слайд, пожалуйста. Так, назначение фосфокреатина пациентов с развившейся кардиотоксичностью на фоне терапии антрациклинами уменьшает повреждения миокарда. Вот такая работа есть. И в этой работе авторы водили фосфокреатин 1 грамм в сутки и в течение 14 дней есть другая также схема, когда фосфокреатин вводится перед каждым введением химиотерапевтического препарата. И это может происходить и раз в 3 недели, и раз в неделю в зависимости от кратности введения. Ну вот в данной работе учились достаточно хорошие результаты. Уменьшился уровень высокочувствительного цирреактивного белка, который характеризует уровень системы воспаления. И это было достоверно по сравнению с группой пациентов, которая не получала ни о том. Следующий, пожалуйста, слайд. Повреждение миокарда также уменьшалось, и мы это могли понять по уменьшению уровня кардиальных биомарферов креатинкеназа МВ и лактат дегидрогеназа. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, интересно, что добавление фосфокреатина в схему введения пациентов, получающих химиотерапевтические препараты, приводило к тому, что уменьшались и другие побочные эффекты, которые прямо не были связаны с функцией сердечно-сосудистой системы. Улучшалась переносимость лечения и качество жизни. Следующий слайд. Кроме того, интересно, что частота изменения электрокардиограммы была меньше в группе неотонной, и, кроме того, такие изменения, как эмоциональная, когнитивная дисфункция, изменение общего состояния, тошнота, рвота, бессонница, в общем, все то, что мешает пациентам пройти курс химиотерапии, иногда приводит к прерыванию лечения, все это преодолевалось у этих пациентов. Следующий слайд. Интересно, что гемодинамические показатели также улучшались под влиянием фосфокреатина, исходя из его механизма действия, мы могли бы, конечно, это ожидать, безусловно, но и действительно, по данным эхокардиографии, у этих пациентов была выше фракция выброса левого желудочка, меньше конечный систолический размер и конечный диастолический размер левого желудочка, по данным эхокардиографии. Следующий слайд. Интересно, что соотношение именно фосфокреатина и АТФ в миокарде коррелирует со степенью тяжести сердечной недостаточности, которая может быть оценена по уровню натриуретического пептида. Вот здесь корреляция прослеживается. Это ссылка на иностранную работу, но интересно, что мы то же самое видели в нашем клиническом наблюдении. У нас была пациентка с ракомолочной железы, которая получила четыре курса одевантной химиотерапии с использованием антрациклинов и дакстоксела. Прошу прощения, это была не одевантная, а затем было хирургическое лечение и затем курс лучевой химиотерапии с суммарной общей дозой 45 грей. Кроме того, поскольку это был херпозитивный тип, пациентка еще получала герцептин. Исходно у пациентки нормальная была фракция выброса левого желудочка, диастолическая дисфункция, небольшая дилетация левого предсердия, уровень холестерина был на верхней границе нормы, и после курса химиотерапии и после того, как пациентка уже прошла весь курс комбинированного лечения, прошло определенное время, то есть через 3 месяца мы ее посмотрели снова после окончания лучевой терапии, мы увидели, что по данным эхокардиографии вроде бы ничего нас не заставляет тревожиться, фракция выброса левого желудочка оставалась в норме, но мы проверили у нее биомаркеры и увидели, что НТПРБНП существенно повысился, возрос до 435 пикокрамм на миллилитр, то есть в три раза превысил норму, конечно, это не могло нас не насторожить, мы поняли, что доклиническая сердечная недостаточность еще до того, как она проявляется клиническими симптомами или снижением фракции выброса на эхокардиографии пациентки есть следующий слайд. И назначили лечение в данном случае фосфокреатином по грамму внутривенно-капельно один раз в 8-14 дней 4 введения. В результате произошло достоверное снижение НТ-ПРБНП практически до нормальных значений. Следующий слайд. И таким образом наше наблюдение подтвердило и данные исследования зарубежного, ссылку на который я привожу на этом слайде. Пожалуйста, следующий слайд. Надо сказать, что мы назначали фосфокреатин и пациентам, которые проходили предоперационную подготовку по поводу лечения колоректального рака. На самом деле это отдельная проблема, я не буду подробно останавливаться на ней сейчас. Могу сказать только, что у этих пациентов достаточно высока распространенность сердечно-сосудистых заболеваний как следствие осложнений в переоперационном периоде. Но здесь схема фосфокреатина была другой. 2 грамма 5 дней до операции, 4 грамма во время операции и 2 грамма в сутки 3-5 дней после операции. По результатам опубликовали работу, а вот сейчас у нас в клинике как раз существует такой протокол ведения пациентов и мы широко тоже рекомендуем фосфокреатин. Следующий, пожалуйста, свой. Ну, чтобы не создалось впечатление, что это панацея, в общем-то, мы, конечно, говорим о том, что существуют и другие методы, альтернативные, в том числе и немедикаментозные, методы профилактики и лечения кардиотоксичности. В частности, достаточно перспективным является благородный газ ксенон. Этот инертный газ мы использовали раньше. Есть литературные данные также по использованию ксенона для кардиопротекции. Собственные работы были по лечению пациентов с острым инфарктом миокарда. И вот здесь мы тоже подумали, что это имеет смысл включать схему лечения, пока использовали его только у пациентов с коронавирусной инфекцией и результаты нашего исследования еще не обобщены. Но вот поскольку прикондиционирующие действиями миокарда есть, есть анальгетический эффект, есть противодействие рецепторам и у шейни энергоснабжения мышц при дыхательной недостаточности, то в общем-то есть какие-то предпосылки и для лечения профилактики кардиотоксичности. Пожалуйста, следующий слайд. Ксенон обладает нейропротекторным, ренопротекторным и особенно интересно кардиопротекторным эффектам. Вот так выглядит аппарат для лечебного воздействия ксенона. В настоящее время мы утвердили протокол исследований. Посмотрим, какие у нас будут результаты. Следующий слайд. Итак, в заключение хотелось бы отметить, что кардиопротекция является необходимым дополнением противоопухолевой терапии и позволяет предупредить развитие кардиотоксичности. Но самое главное избежать прерывания лечения пациентов со злокачественными новообразованиями и таким образом улучшить их качество жизни и способствовать тому, что заболевания онкологические, которые уже превратились многие в хронические заболевания, будут достаточно успешно лечиться и у пациентов будет продлеваться их жизнь и экологический диагноз не будет звучать смертным приговором. Спасибо за внимание. Спасибо !